На заседании Кабинета Министров, которое пошло под председателем президента Ильхама Алиева, говорилось о социально-экономическом развитии страны. Было отмечено, что работа в этом направлении успешно продолжается и больших результатов стоит ожидать и в 2019 году. При этом глава государства коснулся также и внешнеполитических вопросов. Отдельно президент Ильхам Алиев говорил о процессе мирного урегулирования армяно-азербайджанского и нагорно-карабахского конфликта. Более подробно об итогах состоявшегося заседания будем говорить с гостем в нашей студии, депутатом парламента Азербайджана Севинч Фаталиевой. Добро пожаловать на Актуальность сегодня. Севинч Хам, заседание Кабинета Министра было по большей части посвящено социально-экономическому развитию. Но понятное дело, что очень часто, если не сказать как правило, политика и экономика вещи взаимосвязаны. Они ее в большинстве взаимодополняют и иногда успехи в политике приносят успехи в экономике, а экономические успехи делают политику еще более уверенной и более качественной. Так вот, во время заседания Кабинета Министра было подчеркнуто, что в целом, если посмотреть глобально, регион переходит через определенные сложности. И Азербайджан в этом смысле является исключением. Азербайджан это та страна, которой удается совмещать этот успех и в политике, и в экономике, потому что не всем странам удается. Кто-то идет в угоду каких-то политических, редуцированных в экономике, или кто-то пытается получить экономические дивиденды, но теряет в политике. И Азербайджан в этом смысле диаметрально противоположный, Азербайджан в этом смысле успешный пример. Что является основным драйвером Азербайджана и благодаря чему Азербайджану все-таки удается сочетать успех и в политике, и в экономике? Абсолютно верно. Вы заметили, что Азербайджан является уникальной страной. И в первую очередь уникальность заключается в том, что в таком нестабильном регионе нам удается сохранить стабильность. Я думаю, что и по протекшему году мы можем это сказать, и в целом по политике, которая проводится президентом Ильхам Алиевым. На протяжении 15 лет мы сегодня с гордостью можем говорить о том, что главным достижением нашей страны, главным достижением президента Ильхама Алиева является обеспечение стабильности именно внутри страны, несмотря на те факторы, которые влияют извне. Безусловно, экономическое развитие, развитие в области социальных вопросов и политических вопросов, все они взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга. Поскольку экономический рост дает возможность осуществлять определенные проекты, дает возможность участвовать в мировых проектах. Сегодня Азербайджан является не только участником определенных региональных проектов, как в области экономики, так и в области энергетики, так и в транспортной сфере, а также является инициатором части этих проектов. И безусловно, не будь экономического роста страны, не будь политической воли руководства страны и не будь воли взаимосвязывать эти сферы, эти различные направления в одно единое, наверное, не удалось достигнуть таких успехов. Как в развитии политических вопросов, экономических, в основе всего лежит человеческий фактор. И самым главным является улучшение благосостояния народа, защита интересов азербайджанского народа. И какие бы шаги и не предпринимались со стороны президента Азербайджанской республики в различных сферах деятельности, все они основываются на интересах народа. Это, в первую очередь, экономический рост страны, как внутри страны, открытие различных предприятий, промышленности, развитие промышленности, сельского хозяйства, об этом говорил господин президент на заседании Кабинета министров по итогам года. Также развитие туризма, развитие транспорта, как внутри страны, так и с различных путей, соединяющих Азербайджан со странами региона. Все это способствует, в первую очередь, обеспечению рабочих мест для азербайджанцев, способствует увеличению благосостояния народа, экономическому росту. Но и не будем забывать о том, что это является своего рода способом продемонстрировать возможности Азербайджана, истинные ценности Азербайджана и наши интересы. Подробно государство также коснулся на укрепление мощи силы вооруженных сил Азербайджана, он говорил о закупках нового вооружения. Несомненно, страна, которая хочет осуществлять независимую политику, должна иметь и сильную армию, это очевидная вещь. Но в Азербайджане, помимо этого, конечно же, про армию и силы азербайджанской армии говорят и в контексте урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Несомненно, Азербайджан является сторонником мирного урегулирования конфликта, но бесконечно переговоры продолжаться тоже не могут, и об этом неоднократно азербайджанская сторона говорила. На Ваш взгляд, насколько взаимосвязаны, в какой степени взаимосвязаны вопросы именно усиления мощи азербайджанской армии и успех в продвижении мирного урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта? Существуют определенные атрибуты независимого государства и характеризующего государство как сильное. И одним из этих факторов, одним из этих атрибутов является наличие армии. Наличие армии сильной, как и в своем выступлении господин президент говорил об этом, так и в прошлом году. Мы наблюдали это на военном параде. То есть военная мощь нашей страны растет и является действительно поводом для гордости для каждого азербайджанца. Особенно это важно для страны, которая находится в состоянии войны уже много лет. И особенно это важно для страны, 20% территории, которая находится под оккупацией. Безусловно, всегда на протяжении всех этих лет, независимо от тех бесчинств, от тех злодеяний армянской стороны, которые происходили в момент оккупации и происходят и по сей день, мы не будем забывать о том, что и сейчас на соприкосновении огня погибают мирные жители, погибают дети от рук армянских военных формирований. Но, несмотря на это, мы всегда выступаем с позиции мира. И даже в период, когда в руководстве Армении сидели люди, которые, являясь представителями криминального клана, являлись люди, которые сами непосредственно участвовали в кровавых событиях Нагорного Карабаха, которые убивали азербайджанцев только по их этнической принадлежности и открыто заявляли об этом, безусловно, эти люди, находясь у власти, поддерживались со стороны многих европейских деятелей, европейских стран, европейских структур и всего мира. И сегодня, когда режим в Армении поменялся, безусловно, то, о чем Азербайджан говорил на протяжении многих лет во всех международных структурах и на всех возможных международных площадках, армянский народ сам пришел к этому. Именно вот эти события, эти процессы вывели людей на улицы и привели к смене власти. И несмотря на все эти процессы, которые происходили в Армении, и несмотря на то, что Нагорно-Карабахский конфликт хоть и называли замороженным, все равно военные действия продолжались. Ситуация на линии фронта остается напряженной. Да, остается напряженной. До сих пор жертвы среди военных, жертвы среди мирного населения. Мы всегда являлись приверженцами мира и всегда предлагали различные способы обсуждения, выхода из ситуации. Но на протяжении всех этих лет мы ни разу не пришли к какому-то общему знаменателю, поскольку именно армянская сторона всегда убегала от ответственности. Сегодня, несмотря на то, что, безусловно, страна, находящаяся в режиме войны и увеличивающая свою военную мощь, и демонстрирующая это всему миру, и господин президент всегда говорит об этом, и на военных парадах, и в различных других форматах, мы говорим о военной мощи нашей страны. Сегодня все больше и больше людей, представителей молодого поколения, хотят вновь стать военными, хотят защищать Родину. И апрельские события 2016 года являются тем показателем того, что даже то молодое поколение, которое родилось уже после конфликта, которое родилось после оккупации, и, может быть, не являлись живыми очевидцами этих событий, для них вопрос оккупации Нагорного Карабаха является также болезненным, также важным. И в нашей стране, вне зависимости от возраста, от социального статуса, от национальности, каждый гражданин Азербайджана является сторонником мирного урегулирования конфликта, является, безусловно, болеет за возвращение наших землей, землей как можно скорее. И, опять же, возвращаясь к мирному урегулированию конфликта, мы всегда были приверженцами переговоров. Но если только эти переговоры основываются на международном законе, основываются на тех нормах, принятых международным сообществом, господин президент об этом говорил на заседании, это резолюции Совбезу ООН, существуют также резолюции Совета Европы, и многие-многие международные организации приняли определенные решения, определенные резолюции, которые поддерживают целитеральную целостность Азербайджана и подтверждают факт захвата азербайджанских земель с стороны Армении. Единственным нашим требованием является осуществить и реализовать те решения, которые приняты международными структурами. И ничего особенного, ничего дополнительного к этому мы не требуем. Сенчан, вы коснулись этого момента касательно предыдущих властей Армении. Я хотел бы продолжить в этом направлении, но до этого я хочу напомнить нашим зрителям, что вы являетесь членом Азербайджанской делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы, что, на мой взгляд, поможет нам лучше разъяснить эту ситуацию. Что я имею в виду? Дело в том, что сейчас европейские политики, которые говорят о том, что раньше в Армении был диктаторский режим, узурпаторский режим и так далее, говорят, что вот сейчас произошли перемены, сейчас какие-то демократические преобразования происходят. Как ни странно, раньше встречались с этим армянским руководством, и никакой такой риторики мы не слышали, несмотря на то, что в Баку неоднократно говорили, что тот же режим Сержа Саркисяна, это бандитский режим, это люди, которые грабят свой народ, это люди, которые осуществляют оккупационную политику в отношении Азербайджана, мы неоднократно это говорили, но европейские политики как бы этого дела не замечали, то есть, получалось, предыдущее армянское руководство было рукопожатным тогда, сейчас, когда эти смены власти произошла, как вы сказали, народ Армении вышел на улицы, они вот словно проснулись и говорят, что нет, вы знаете, оказывается, этот предыдущий режим был коррумпированным и так далее. Как так получается? Опять налицо двойные стандарты, и опять налицо тот факт, что мировое сообщество порой закрывает глаза на очевидные факты в угоду определенных интересов, в угоду определенной работы, проводимой определенными кругами, или по каким-то другим причинам, и будучи членом азербайджанской делегации ФПСЭ, мы не раз наблюдали выступления бывшего президента Армении, в Совете Европы, и мы видели, как европейские коллеги аплодируют всем тем лживым заявлением Сержа Саркисяна, который он озвучивал с трибуны ФПСЭ, и, безусловно, азербайджанская сторона всегда в своей деятельности, как и в Совете Европы, так и в других организациях, безусловно, пыталась разбудить европейское сообщество ото сна, в котором им снится, что в Армении происходят демократические процессы, мы всегда говорили об истинных вещах, об истинных положениях вещей в Армении, и о том, что экономическая ситуация в Армении, насколько ухудшается день от дня, насколько это вызывает недовольство народа, это вызывает демографический кризис, и тот факт, что Армения, будучи в этом регионе, не участвует ни в одном региональном экономическом или энергетическом процессе и проекте, безусловно, способствует тому, что ситуация там ухудшается. Но сейчас, когда произошла смена власти, и когда, как вы правильно отметили, европейское сообщество будто бы проснулось ото сна и заявляет о том, что истинная демократия наступила именно сейчас, с приходом власти Никола Пашиняна и абсолютно новых людей, представленных как в парламенте, так и в правительстве, в целом хочется отметить, что именно двойные стандарты, которые сейчас, к сожалению, царят в мировом сообществе и в политике в частности, приводят к тому, что люди вынуждены выйти на улицы. И приводят к тому, что народ выражает недовольство, создавая хаос, создавая какую-то кризисную ситуацию в стране. И, возможно, если в свое время наши европейские коллеги и в целом мировое сообщество истинно реагировало бы на процессы, происходящие в Армении, правильно бы оценивало бы выборы, президентские, парламентские или какие-либо другие, правильно бы давало бы реальную оценку процессам демократического развития в этой стране, то, думаю, не было бы необходимости даже жестокой смене власти и не заставило бы людей выйти на улицы, вызывая какой-то кризис, ажиотаж и хаос в стране. Семенчан, говоря о причинах вот таких двойных стандартов и о том, как так получается, что европейские политики раньше не замечали, что режим Сержа Саркисиана коррумпированный, а сейчас они это заметили, глава государства достаточно четко и прямолинейно сказал, что Армения осуществляет на международной арене так называемую политику, конечную дипломатию, под воздействием которой получается, что определенные европейские политики, в частности, они не замечают проблем Армении и, напротив, когда говорят об Азербайджане, искусственно раздувают ситуацию, предать даже несуществующим проблемам какой-то колоссальный масштаб и так далее. Вы, как член азербайджанской делегации, мне просто интересно, насколько часто вы были свидетелем, чувствовали вот этот, скажем так, были свидетелем этого запаха спиртного в действиях и поступках европейских политиков, когда речь шла об Армении? Господин президент очень правильно выразился и правильно выявил причины такой поддержки, в частности, в Европейском Союзе и в мире в целом процессам, происходящим в Армении. Да, безусловно, сейчас приводится в данном случае коньячная дипломатика и зачастую не было никаких других и нет никаких других факторов, которые способствовали такому, так скажем, такой оценке деятельности армянских властей, ситуации в Армении, как будто сквозь закрытые глаза. Безусловно, этому есть объяснение. Господин президент очень четко дал это определение и объяснение всему этому. Но хочется отметить также, что и роль армянского лобби, как и в Европе, так и в Соединенных Штатах Америки по всему миру является очень большой движущей силой, потому что именно армянское лобби, поддерживая бывшие власти Армении, осуществляли эту коньячную дипломатию вместе с руководящими структурами Армении. И сегодня, безусловно, мы часто наблюдаем эти процессы в Совете Европы, поскольку, когда не замечают очевидное и говорят о нереальных фактах с пеной у рта, отстаивают интересы Армении, всему это должны быть причины. И я думаю, что каждый уважающий себя политик должен отражать в первую очередь истинное положение вещей. А если отстаивается лживое положение вещей, если отстаиваются определенные несуществующие какие-то моменты, факторы, то, безусловно, за этим что-то стоит. Синьян Хам, подытоживая эту тему, я хотел бы еще одно обратить внимание, еще на один момент. Глава государства вполне очень уместно сказал одну вещь, что на последних парламентских выборах в Армении та власть, предыдущая власть, которая на протяжении многих лет тем же европейскими политиками была рукопожатной для них и представляла Армению. Она даже не смогла преодолеть 5-процентный барьер и осталась вне парламента. О чем нам это должно говорить? В первую очередь это говорит о том, что эти люди были избраны не народом, а чисто были назначены руководством той страны. И все они так или иначе относящись к правящей партии, и даже те, кто не относились к правящей партии, но были представлены в парламенте, являлись членами криминального клана Сержа Саркисяна. Опять же, мы всегда говорим о том, что необходимо доверять воле народу, но наступает такой момент, когда правящая власть, в данном случае в Армении, мы говорим, довела народ до того, что криминальное руководство Армении внедрилось во все структуры, и в первую очередь в парламент. Это мы наблюдали, опять же, и в Совете Европы, когда разыгрывались театрализованные представления со стороны при выступлении Сержа Саркисяна в Совете Европы, когда представители оппозиции задавали ему вопросы о демократии в стране, и Серж Саркисян демонстрировал всему залу, насколько демократична ситуация у них в стране, что оппозиция выступает в Страсбурге с определенной критикой вагрест президента. И, безусловно, это было очень хорошо спланированное шоу, в котором у каждого была отведена своя роль, как и правящей партии, так и представителям оппозиционных партий, которые также поддерживали президента Саркисяна. Но благодаря тому, что армянский народ вышел на улицы и, наконец, продемонстрировал свою волю, они добились того, что в стране происходят определенные изменения. Какими они будут, мы увидим в ближайшее будущее, в будущем. Но хотелось бы надеяться, что новые власти Армении будут более реально оценивать ситуацию и подходить в данном случае к Нагорно-Карабахскому вопросу, к решению этого вопроса с позицией международных законов и тех правовых баз, которые были приняты международными организациями. Кстати, по поводу новой власти, очевидно, что простая смена власти не принесет стране успеха, если не будут соблюдаться множество других факторов, о чем президент Азербайджана в принципе говорил на заседании Кабмина. Он четко дал понять, что успех Армении он зависит от Азербайджана, сотрудничает этой страны с Азербайджаном. Это может быть осуществлено исключительно только после того, как вооруженные силы Армении покинут азербайджанские территории. Насколько четко это понимают в Армении на ваш взгляд, потому что это все-таки наверное некий месседж, месседж в данном случае дошел до адреса, адреса осознает у вас какие ощущения вообще? Абсолютно верно, это определенный посыл к армянским властям и в целом к народу Армении о том, что изоляция Армении в первую очередь зависит от позиции Армении в Нагорно-Карабахском вопросе. Мы готовы к сотрудничеству, мы готовы рассматривать какие-то формы сотрудничества, но только при условии освобождения азербайджанских территорий. Это всегда во всех обсуждениях являлось первоочередным условием для каких-либо переговоров, для каких-либо дальнейших планов. И президент Ильхам Алиев в своем выступлении говорил об этом, что изоляция Армении происходит намеренно, поскольку сегодня Азербайджан, осуществляя различные региональные проекты, сам пользуется этими благами от этих проектов, и страны, регионы, участвующие в этих проектах, также имеют определенную пользу, выгоду от этих проектов. Но Армения, поскольку лишена всего этого, это затрудняет экономическую ситуацию в этой стране и накладывает определенные достаточно значительные ограничения. Абсолютно согласна с вами, что смена власти еще не значит улучшения. Возможно, как и на притяжении многих, на притяжении истории мы видели факты, когда смена власти способствует еще большему ухудшению ситуации в стране. И абсолютно верно, что это не значит, что будет лучше. Самое главное, чтобы новые власти основывались на интересах народа, на вопросах улучшения благосостояния народа. Я думаю, что если власть думает о своем народе, они, безусловно, способствуют улучшению ситуации внутри страны, экономической ситуации и будут способствовать региональному сотрудничеству. Но, как мы уже говорили ранее, региональное сотрудничество зависит от решения карабахского вопроса. Решение карабахского вопроса зависит от освобождения азербайджанских территорий. И только после этого мы можем говорить о каком-то сотрудничестве. Особый акцент был сделан на то, что в 2018 году Азербайджан продолжил укреплять и развивать свои отношения с соседними государствами. Ну, конечно, исключение здесь составляет Армения, которая осуществляет оккупационную политику. Здесь, в данном случае, вина полностью лежит на самой Армении. Но со всеми в 2019 году, скорее всего, этот тренд будет продолжен. Но надо отметить, что, как мы вначале уже говорили, регион проходит через очень сложные процессы. И, в принципе, не все страны могут именно акцент сделать на то, что у них все получается в взаимоотношениях с соседями. Достаточно много бывает вражды, кто-то кого-то не понимает, есть боевые действия в регионе, мы это все понимаем. И вот в этих условиях Азербайджан является примером того, как можно строить со всеми соседями добрососедские отношения, развивать экономику, сотрудничество. Благодаря чему это происходит? Абсолютно верно. Азербайджан, как и в рамках регионального сотрудничества на протяжении 2018 года, и в целом за 15 лет правления президента Ильхам Алиева добился больших успехов. Господин президент в своей речи указал на количество визитов, совершенных им в различные зарубежные страны. И, что самое интересное и, наверное, самое важное, это количество визитов глав государств, глав правительств в Азербайджан. Я думаю, что и география этих визитов, и количество этих визитов, безусловно, говорит о том, что сегодня Азербайджан является страной, которая представляет собой интерес, в первую очередь, как и политический, так и экономический. И в ходе этих визитов были подписаны определенные документы, стратегические соглашения, соглашения по сотрудничеству в различных сферах. И, безусловно, такой интерес к Азербайджану вызван именно тому весу, который Азербайджан набирает на протяжении многих лет. И в данном случае 2018 год, я думаю, что был наиболее эффективным и наиболее удачным в плане двухстороннего сотрудничества. Также хочется коснуться сотрудничества с Европейским Союзом. Господин президент этого вопроса тоже коснулся подписания соглашения о приоритетах партнерства. Для нас самым важным в этом документе является тот факт, что суверенитет Азербайджана и территориальная целостность Азербайджана нашли свое отражение там. И, безусловно, это говорит о том, что Европейский Союз на сегодняшний момент понимает истинное положение вещей, поддерживает международные законы и рассматривает решения Нагорного-Карабахского вопроса и, естественно, в рамках международных законов. Сегодня политика, проводимая президентом Альхам Алиевым, она именно отражает различные сферы сотрудничества. И мы не только должны говорить о внутренней политике в различных сферах, но и о сотрудничестве с региональным, так и в мировом сотрудничестве в различных сферах. Это экономическое, это энергетическое, это сотрудничество в области туризма, это культура, образования и многие другие сферы. И сегодня Азербайджан находится на той стадии развития, когда мы в первую очередь имеем возможность сделать инвестиции как в страны региона, так и другие страны, а также Азербайджан инициирует различные проекты, о которых мы говорили ранее. И сегодня Азербайджан инициирует определенные проекты, связанные социальными сферами. Например, проект Асан, он является сегодня как и азербайджанским брендом, так и примером для подражания и примером для открытия подобных сервисов в различных странах мира. То есть желание в первую очередь руководства Азербайджана и сотрудничать со странами региона, желание сделать ситуацию в регионе стабильной, сохранить ее стабильной и мирной является, наверное, основополагающим фактором для установления таких добрососедских отношений. Ну что ж, Семенчхан, большое спасибо вам, что приняли приглашение, дали содержательный и интересный ответ. Спасибо вам. Я напоминаю об итогах заседания Кабинета Министра, которое состоялось под председательством президента Ильхама Алиева и было посвящено итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам. Мы говорили в рамках передачи Актуально сегодня. Темы обсуждали с гостем нашей студии, депутатом парламента Азербайджана Севенч Фаталиевой. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова